ребят всем привет сегодня на моем канале должно было выйти очередное видео с обзором на новый автомобиль но к сожалению по определенному стечению обстоятельств снять нам его не удалось она обязательно выйдет но немного позже а сегодня мне хотелось бы рассказать для вас такую историю которая произошла относительно давно возможно она будет кому-то интересно полезно в общем приятного просмотра а история в общем такая toyota camry 50 к 13 года объем двигателя два с половиной литра подошло то 60 тысяч я приезжаю к официальному дилеру отдаю машину в общем проводят какие-то работы согласно регламенту плюс ко всему нужно было заменить втулки стабилизатора проходит какое-то время в общем все работы выполнены я забираю машину возвращаюсь условно домой машина стоит около полутора часов наверное мне потребовалось куда-то поехать сажусь машину выезжаю проходит ну минут пять-семь набираю скорость 60 километров в час и машина просто в момент глохнет вот просто знаете как во втором бумере просто раз и машина отключилась единственное что я успел сделать это повернуть на обочину чтобы не стоять на дороге соответственно когда остановился пробую машину завести машина заводится с кнопки стартер крутит все отлично но вообще нету никакого намека на то чтобы она схватилась просто бодро молотит стартер и ничего не происходит спустя где-то полчаса хождение вокруг машины открыл капот смотрел такое чувство что либо что-то с сигнализацией произошло либо в общем как будто кончился бензин вот что-то такое было и здесь я понимаю то что в любом случае это как-то должно быть связано то пару часов назад и заглохла машина я звоню мастеру приемщику который забирал отдавал машину на то объясняя ему всю ситуацию рассказываю он говорит ну я вам так по телефону ничего сказать не могу тащите ее сюда здесь будем разбираться лето на улице плюс 30 вечер пробки ехать нужно было на другой конец города к официальному дилеру в общем звоню знакомому мы зацепляем машину спустя полтора часа приезжаем к дилеру как бы уже вечер и они мне говорят то что мы сегодня мы делать ничего не будем оставляйте машину завтра с утра начнем с разбираться в итоге оставляю машину уезжаю домой на следующий день жду звонка звонка нет уже обед наверно часов 12 думаю позвоню сам в общем говорят что машина еще не готова но вам нужно обязательно подъехать я собираюсь приезжаю смотрю на машине к машине подключен ноутбук в общем она там вся проводах и в общем не говорят что отцепили сигнализацию первый вариант был что это возможно глюк какой-то сигнализации но это как бы оказалось безуспешно машина все равно не заводится второй вариант в общем начали задавать вопросы относительно заправки то есть может быть я заправлялся на какой-то заправке где некачественное топливо и что-то в общем могло произойти из-за этого я сказал что варианта только два это либо газпром либо роснефть на других заправках я на этой машине никогда не заправлялся ну после чего они говорят что мы еще посмотрим но скорее всего дело в топливе нужно будет при вашем присутствии снять бак взять пробу топлива отправить его на экспертизу там что экспертиза покажет а очень важно то что машину находится на гарантии что экспертиза покажет если качество бензина действительно плохое и все дело в этом то вам придется оплатить ремонт в общем все эти услуги которые вытекающие но сказали что это будет последним вариантом в общем еще посмотрят возможно какие-то другие я снова оставляю машину уезжаю домой это был вечер пятницы в субботу утром на следующий день звонок в 10 часов утра все приезжайте забирайте машину она готова я счастливый собираюсь приезжаю к дилеру смотрю машина уже стоит на парковке меня встречает мастер-приемщика дает мне ключи говорит все в порядке все хорошо машина заводится платить ничего не нужно забирайте соответственно я спрашиваю в чем собственно было дело почему два дня машина стояла не могли найти причину что случилось и он мне рассказывает такую историю в общем этот автослесарь автомеханик когда проводил то осуществлял замену воздушного фильтра поменял фильтр и случайно не знаю как это у него получилось сверху фильтра положил тряпку которая он до этого внутри протирал этот кожух положил на фильтр и закрыл его и не знаю как это как так получилось что это не сразу произошло в общем спустя время эту тряпку просто засосала во внутрь и она закрыла датчик дмрв датчик массового расхода воздуха вот собственно в этом все дело и было они искали причину отключали сигнализацию собирались снимать баг но каким-то образом в итоге я не знаю как так получилось они туда заглянули просто вытащили эту тряпку и все машина завелась и вуаля в общем такая история напишите комментарии если у вас возможно было что-то похожее всем спасибо что досмотрели это видео до конца подписывайтесь на канал ставьте лайки будет много всего интересного всем пока